Цезарь. Крестовые походы. Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доброе утро. Это «Родина слонов». Программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор, директор Мезоамериканского учебного научного центра РГГУ Галина Гавриловна Ершова. Здравствуйте, Галина Гавриловна. Доброе утро. Сегодня мы начнём цикл программ про цивилизацию Майя. Я думаю, что будет несколько встреч с несколькими специалистами. И сегодня мы начнём с такого самого важного, как мне кажется, во всей этой теме. Мы начнём с языка Майя и с письменности Майя. Мы поговорим о том, как она была расшифрована и что, собственно, нам дала эта расшифровка. Потому что очевидно, что когда пришли европейцы, они, во-первых, застали уже такую упадочную цивилизацию. А во-вторых, она им не очень была интересна сама по себе. И поэтому мы потеряли связь с тем временем, когда, собственно, Майя расцветала. И вот сегодня мы обсудим, как случился этот прорыв и что мы узнали благодаря расшифровке письменности Майя. Но сначала давайте как-то кратенько опишем, что это за цивилизация, где она находилась, масштабы, границы географические, хронологические. Ну, сначала я хотела бы сказать, уточнить немножко, что всё-таки наш мезоамериканский центр, он носит имя Кнорозова, потому что это ключевое имя и ключевой момент, который надо понимать. И Мезоамерика – это большой регион, такой, который, в общем, где-то от Мексики до практически Сальвадора, Гондураса и даже, считается, есть Нижняя Мезоамерика, вплоть до Панамы. И вот этот большой регион, он как огромная такая кастрюля с культурным супом, то есть формировал вот этот самый культурный субстрат. И если говорить уже о цивилизациях или развитии цивилизации в этом регионе, то в пятом тысячелетии до нашей эры там уже культивировали кукурузу, то есть вывели культурные сорта. Майя же приходит вот на это большое поле, то есть собрав всё лучшее в начале нашей эры. То есть датируется их появление где-то вторым веком нашей эры, потом до девятого века идёт-идёт всё вверх-вверх-вверх, расцветает, всё хорошо, всё замечательно. И тут наступает некий момент, когда давление окружающей среды, ну, засухи ещё какие-то проблемы, вторжение врагов, скажем, тоже жадных и голодных, которым тоже хотелось пожить в таком замечательном месте, приводит к упадку культуры, они майя не смогли противостоять. Их система была, ну, как бы основана на древних традициях, а то, что не развивается, то умирает. И достаточно лёгкого толчка, чтобы оно рассыпалось. И вот это произошло к X веку. Исчезли города-государства, два века происходит вот такая тишина, миграция, непонятно что, но потом наступает формирование государства нового типа, то есть уже вот такого государства, объединяющего территории. И поэтому опять, когда появляются испанцы, на самом деле это не упадок, это наоборот, это расцвет бандернизированного государства. Но факт тот, что, в общем, собственно, сил не хватило за счёт отсутствия технологий, лошадей, пороха, и майя не смогли противостоять испанцам. И традиция тогда была разрушена, в общем, достаточно сильно, тем более культурная, жреческая традиция, письменная. Поэтому, да, мы получаем вот такой вот тяжёлый момент к появлению испанцев, то есть это XV-XVI век. И тут надо отметить, что, ну, очень часто бывают разные инсинуации, поскольку загадочная, далёкая цивилизация, что в Мезоамерике, в общем, ничем ситуация не отличалась, там, предположим, от нашей Передней Азии. То есть это, естественно, была большая традиция, существовали народы, цивилизации, разные культуры до появления майя, вот, что они друг с другом обменивались, что были родственные языки, родственные культуры, которые расцветали, как бы заимствовали друг у друга. И, собственно, майя, она не на пустом месте, эта цивилизация выросла, и мы знаем эти археологические культуры, которые предшествовали, мы знаем, что было взаимодействие между майей и соседними какими-то народами. Для того, чтобы понять масштаб, прямо вот вкратце, можем описать вот самый расцвет эпохи майя, вот этот классический период, что это за общество и какого оно масштаба? Ну, то есть, грубо говоря, мы знаем, что там были большие, там, монументальные постройки каменные, какого размера были города, как было устроено общество? Этот период, ну, до него, конечно, надо было ещё дойти, надо просто вот представить слушателю такой момент, что вот если мы берём нашу Землю, то существует где-то семь очагов великих цивилизаций, вот в целом. Вавилов, значит, когда в 20-е годы объехал всю Землю, он первым связал цивилизации с появлением культурных растений. И на самом деле в этих же регионах появляется и первое письмо, и математическая запись. То есть это, на самом деле, технологии и наука, вот эта база, то, что создаёт цивилизацию. И майя точно вписывается вот в эту самую схему, потому что первые цивилизации появляются между тропиками, то есть там, где можно ещё как-то выжить, но в то же время вот это вот активное противостояние заставляет включать мозги. То есть не просто объедать территорию, а что-то изобретать, то есть развивать науку и технологии. И вот майя к IX веку, они достигают вот этого своего, ну, высшего состояния развития, то есть они ассимилировали предыдущие научные знания и создали новые. Они создали города, города, заметим, большие. То есть это город-государство, это Тикаль, только центральная часть, где-то выше 70 тысяч жителей. Он до конца ещё и не дорыт, на самом деле. То есть было-то в реальности гораздо больше. И в это же время в Европе синхронно, в средневековой Европе были в общем... И там близко не лежало. Заметим, майя в это время, они уже даже перешли от понимания нуля как целостности закрытой, то есть замкнуть 20, вот, перешли к понятию философскому осмыслению нуля как пустоты. А Европа только-только заимствовала понятие нуля от индийцев. То есть это всё произошло на тысячу лет позже, чем в Мезоамерике. Поэтому вот говорить о вот этом вот интеллектуальном взлёте, конечно, с Европой даже сравнивать не приходится. Вот. И надо сказать, что майя чуть-чуть позже вступили вот вся Мезоамерика, там вся Америка в этот цивилизационный процесс именно в силу того, что заселение происходило ну позже вот этой территории. То есть как Юрий Валентинович Кнорозов, собственно, он первый выдвинул вот эту идею, что это было три волны, и первая волна, она приходится где-то 40 тысяч лет до нашей эры. И вот майя принадлежали первой волны, то есть практически только формировался гомо-сапиенс. Потом пришли следующие волны, и они все двигались с севера на юг, и потом до там огненной земли, а потом по Атлантическому побережью поднимались наверх. Вся эта карта лингвистическая и прочее перемешивалась. И вот только даже на территории Мезоамерики там соседствовали майя, которые представители первой волны и большая лингвистическая семья майя, и, например, вот астекская семья, которая принадлежит второй волне заселения, это там 20 тысяч лет до нашей эры. То есть это совершенно вот такие, которые уже несла какие-то сведения из вот нашей Сибири, скажем. Вот, потому что все пришли от нас, из Дальнего Востока, через Берингов пролив. Ну то есть получается, это вот, я люблю очень эту историю, если говорить о том, что американские цивилизации отстают, то они отстают только потому, что они припозднились, пока они туда дошли позже просто. Нет, пока они дошли, и пока можно было объедать. То есть вот пока человеку не надо включать мозги, и можно что-то объедать. Вот он ходит, ест, ест, ест. Вот у тебя набит холодильник, ты его объел вот весь, неделю не выходил из дома. А вот через неделю надо думать, где взять деньги, как их заработать, что делать. То же самое и вот с этими охотниками-собирателями примитивными. То есть пока ты экологически все объедаешь, ты живешь, но потом оставляешь за собой чистое поле. И вот тут надо включать мозги, как культивировать растения, как сохранять природу, как выживать. Поэтому, да, вот этот процесс им позволил там 2-3 тысячи лет вот просуществовать в таком вот сладком неведении. А потом все пошло, как у всех. Ну и вот, у нас случилась эта цивилизация, она была масштабной, она была развитой. Но у нас исторически так сложилось, да, пришли завоеватели. Европейцы практически уничтожили эту культуру, эту традицию пресекли. И была такая опасность, и она, причем, сколько там, 400 лет, да, это все продолжалось. У нас остались только вот эти огромные монументальные постройки. И общество, ну, я имею в виду майя, которые, ну, там, как-то у них эти традиции загнивали, они их, естественно, теряли, деформировалось. И вполне возможно, что мы бы пришли к той ситуации, что мы можем только археологически как-то восстановить это общество, да. То есть мы, ну, просто можем копать и там находить какие-то материальные находки. А письменность, это же очень важно, она дает огромное количество информации. Именно очень важно расшифровать эту письменность. Почему так получилось, что 400 лет мы не могли прочитать это все? Ну, дело в том, что, во-первых, до XIX века никому до этого дела не было. То есть в XVI веке Диего де Ланда, когда, так сказать, он был на Юкатане, это францисканский монах, который, в общем, собственно, описывал и культуру в соответствии с требованиями испанской короны и собственным порывом, и проводил христианизацию населения. И вот он оставил потрясающую запись, называется «Сообщение о делах в Юкатане», где-то тошно описал вот то состояние, в котором он обнаружил культуру майя, вот когда приехал, когда он был на Юкатане. И рукопись была и утеряна, и где-то валяется в архивах до сих пор оригинал. То есть это... и никому, на самом деле, это было не нужно. А вот в XIX веке, когда пошла эпоха новых научных открытий, и Шампальон дешифровал египетское письмо, там еще какие-то замечательные вещи, там математики тоже какие-то происходили, пересмотры. В социальных науках было вот это потрясающее открытие Энгельса, там, на основе работ Моргана о том, что общества развиваются по единым законам. И вот это все давало вот такой вот, ну, как бы подъем, порыв, вот как полет Гагарина, собственно. Мы все жили вот в таком ощущении праздника. И вот тогда то же самое, в XIX веке все жили в ощущении праздника, что сейчас вот все-все-все будет открыто. И тогда обнаружили в библиотеках Европы, собственно, рукописи Майя. И поняли, что это Майя, это из Мексики. И вот тут тоже начался вот такой вот порыв, что сейчас-сейчас-сейчас мы это дешифруем. А к тому моменту уже города Майя лежали в руинах. Конечно, конечно. Уже сами мексиканцы ничего не помнили про эту традицию. Это как вот хетты было примерно точно так же. Нет, города Майя лежали в руинах, начиная еще вот эти вот классические с X века. То есть, как их оставило население, культурная традиция была прервана без всяких европейцев в первый раз. Вот, и они все зарастали. Потом на Юкатане уже стали там в некоторых районах возникать вот это новые государства, строятся новые города. То есть, ну, испанцы, естественно, их там что-то разобрали просто на камне, чтобы строить на том же месте свои там здания. То есть, ну, это естественный процесс такой. Вот, поэтому, да, от культуры ничего не осталось. То есть, археологический источник, это вот он тот. И, на самом деле, первые археологи вообще, когда они пытались переносить идеи Старого Света на вот Майя, на Мезоамерику, это выглядело глупо даже часто. Потому что внешне совпадает, но это абсолютно не соответствует тому, что это было, скажем, в Старом Свете. А что вы имеете в виду тут, интересно? Ну, какие-то вещи, там, функциональное назначение, еще что-то. То есть, вот, планировки городов. То есть, там у Майя лежал в принципе другой религиозно-духовный, там, архитектурный принцип построения городов. Поэтому переносить вот понятие Старого Света было, ну, неправильно, скажем. То есть, получается, археологи не могли реконструировать общество со своими навыками, со своими пониманиями, принесенными из Старого Света, именно потому что у них не было вот этого знания какой-то там духовной жизни, которое дают только письменность. Безусловно, потому что знания духовной жизни, они все основываются на научных знаниях и технологиях. И вот когда ты понимаешь это, когда тебе это вот как-то изложено, тогда ты, да, начинаешь понимать, вот выстраивать вот эту мозаику. Пока ты не понимаешь, ты гадаешь это вот, как ребенок там собирает конструктор, не знаешь, что это будет машина, дом или что-то. Вот, поэтому это бессмысленное занятие. Ну, не бессмысленное, в общем, во всем есть какой-то прок, но не особо результативное. Вот, это археологический источник имеет свои, так сказать, позитивные вещи и свои, в общем, недостатки. А этнография, она возникла только, ну, там, антропология в XIX веке, поэтому описывается только то, что есть сейчас, а к этому времени все уже изменилось и радикально изменилось. Уж тем более этнография современная, то есть там по крохам выискивать надо элементы древнего. Вот, а там тексты устные, они тоже трансформировались, у них оторваны следы, они зачастую тоже не понимают, о чем вообще рассказывают. А вот письменный источник, это да, это практически то, то есть синхронный источник, то есть то, что писали и говорили майя вот в ту эпоху. То есть мы это не адаптируем к нашим пониманиям, мы должны понять, изменить наш менталитет для того, чтобы понять, что говорили майя и как они думали, и как они выстраивали свою логику. Поэтому это уникальный, конечно, письменный, это единственная письменная культура на всем огромном американском континенте. Поэтому вот она для нас, это просто бесценный источник понимания того, что происходило до появления европейцев. И вот у нас, что у нас есть? У нас есть монументальные записи, которые, собственно, там на храмах, на каких-то постройках. И у нас чудом до нас дошло три кодекса сохранившихся, которые оказались в Европе. Дрезденский, Мадридский и Парижский, по-моему, да. Это такие, ну как, не свитки, а гармошечкой сложенные длинные листы, там по три метра, по шесть метров, в которых что-то написано. Никто не мог это прочитать. Как вот этот процесс дешифровки шёл с XIX века по середину XX? Значит, письменные источники, это да, это монументальные тексты. То есть то, что написано на стенах, там, стеллах, это все знают. Это как визитная карточка культуры Майя. Это тексты, вот эти три рукописи, которые сохранились в европейских библиотеках. И, кстати, наш центр сейчас вот начал огромный проект по пересмотру текстов рукописей. Мы договорились с Мадридским музеем, с Парижской библиотекой, с Дрезденской сейчас договариваемся о том, что вот будем делать эту огромную интернациональную работу по, вот, так сказать, собиранию воедино сведений рукописей. И есть ещё потрясающий источник, это тексты на керамических сосудах. Они тоже не длинные, они короткие, вот. Но они очень интересные, они отличаются типологически. Если там тексты на монументальных, вот на стеллах, там, изданиях, это такая официоз, это как вот буквально передавица газеты «Правда». Вот, если рукописи – это жреческие такие, ну, научные сведения, сведённые, выраженные, вернее, или привязанные к религиозным обрядам, вот. Но это наука, это астрономия, это математика, это вот какие-то вещи хозяйства, вот. То тексты на керамике – это такие вот события из жизни отдельных персонажей. Всё, то есть от там умершей жены, от праздников, от склок, от военных побед, от того, что астроном рассчитал, где прошла Венера в 3114 году. То есть это вот до нашей эры. То есть это вот совершенно какие-то уникальные вещи, но которые нам вытаскивают как бы картинки вот реальной жизни Мая того времени. Вот. И это, на самом деле, ещё очень важная вещь, потому что не только потому, что мы понимаем культуру Майи, вот начинаем видеть её с разных сторон, хотя тоже надо понимать, что это речь идёт об элитах. То есть это не простой там какой-нибудь земледелец сидел и о себе что-то писал замечательное. Вот. Но тут для нас важен следующий момент. Вот рукописи иероглифические, они представляют собой достаточно объёмный текст, чтобы обеспечить дешифровку. Вот в чём тут ещё вещь. Потому что в XIX веке начались попытки дешифровки. И люди не знали, за что хвататься. Все думали, что это делается так же примитивно, как сделал Шампальон. Собственно, его задача это для школьника пятого класса. Одна и того же текст, записанный тремя разными способами, обведённый в картушь, да ещё и имена. То есть догадаться об этом сейчас, это вот даже смешно говорить. Ну да, тут важно, мне кажется, упомянуть, чтобы это понятно было. Он двуязычную надпись расшифровывал. Да, конечно. То есть у него было там написано по-гречески, или там, я уже не помню. Ну да, да. Это на самом деле ещё обведённый в картушь. Это имена. То есть там все тебе вот всё положили. Я говорю, поэтому это задача для школьника пятого класса. Вот. А вот Майя такого не было у нас. Отдельные, да, вот эти букашки сложно нарисованы. То есть сопоставление, где я уже всё перевёл, этого не было. Да, и то, что осталось от Диего де Ланда, вот его записи, там была отдельная такая длинная история. И поэтому, когда в 19 веке первый учёный, это была французская школа, лингвистическая, они уже нащупали, что это письмо фонетическое. То есть они шли по правильному пути. Они даже написали письмошем Пальона, чтобы проконсультироваться, но тот вовремя умер, потому что он, в общем, консультации не смог бы дать никаких, потому что, конечно, это не его уровня была задача. Она слишком высокая. Вот. Но они уже поняли, что письмо фонетическое. То есть это вот уже ощущение того, что сейчас откроется, зазвучит этот мир, оно было, конечно, совершенно потрясающее. Но, к сожалению, скажем, вот когда уже вот одно за другом шли шажки, выявлялось чтение знаков. То есть то, чего не хватало, это только подтверди. Что этот знак в любом тексте, в любой позиции читается одинаково. И вот тогда можно было говорить о том, что мы доказали, так сказать, правильность вот этого понимания дешифровки. Это еще не дешифровка. Вот. Но на рубеже нашей эры появилась книга, там, автор Валентини, который... Вековая. А? Да, тысячелетия, извините. Ну да, 19-20 век. Ну да, да, правильно, 19-20 век, да. Появилась вот эта книга, которая так и называлась. «Алфавит Ланды» — это испанская фальсификация. А поскольку никто не знал, что это за письмо, и не понимал, а в археологии люди очень осторожны. Они больше вот смерти боятся, когда кто-то скажет, что они работают с фальшивкой. Поэтому они лучше загонят в запасники огромные материалы, чтобы вот, не дай бог, на него не повесили ярлык того, что он вот попался на фальшивку. И поэтому все решили отказаться от чтения текстов Майя, хотя уже был Фёрстманом прочитан то, что называется математический код, там, календарные записи. Это уже все было понятно в 19 веке. Вот. Все тут же отказались от попыток чтения текстов Майя. И последний, кто совершил вот эту попытку дешифровать, это был Бенджамир Уорф, американский ученый, который лингвист профессиональный, который шел по правильному совершенно пути. Но на его беду, собственно, школу американскую возглавлял Эрик Томпсон, который проучился там, дай бог, один курс университета. Вот. Был хорошим археологом, но знаний академических ему, конечно, сильно не хватало по жизни. Но он полагал, что он вот как сейчас дешифрует, как вот этих пляшущих человечков, письмо Майя. И поэтому бедного Уорфа они просто вот, ну, просто затравили. Вся школа кинулась вслед за Томпсоном травить Уорфа. Тот оставил письмо Майя в стороне и уже к этому делу и не прикасался, потому что понимал, что останется без работы. То есть практически так его и оставили. И, в общем, все. Все попытки остановились уже до появления Юрия Валентиновича Кнорозова. Хорошо, давайте расскажем про него, потому что это совершенно удивительная история. Человек-то, ну, во-первых, с другого конца света, во-вторых, не принадлежащий никакой там сильной лингвистической школе. Более того, у него нет базового лингвистического образования, который просто заинтересовался и, что называется, НАСПР начал это расшифровывать. Вот расскажите эту замечательную историю. В таком случае сейчас начнем перед рекламой. Ну, НАСПР это такая немножко такая образная легенда, на самом деле. Дело в том, что Кнорозов, и я не могу об этом не сказать, и его родители-то удивительные люди. То есть там первая, вернее, бабушка Кнорозова по отцовской линии, это была однородная актриса Армении вот из Тифлисского театра. То есть вообще удивительная, значит, она, причем ее сиротой из этих районов, которые, где Турция устроила резню, значит, ее дочку отдали в усыновлении нахичеванским купцам. Вот, она вышла замуж за тифлисского адвоката, значит, Кнорозова. Другие его предки, бабушка с дедушкой, это из Великого Устюга, такая вот патриархальная суперсемья. И вот мать и отец, они встретились в Петербурге в начале нашего века, ой, прошлого века. И отец, собственно, прошел уже и русско-японскую войну, и они ходили на лекции к Бехтереву. То есть было тогда модно ходить на лекции вот этой школы, русской школы истории, которую основал Бехтерев, и которая, собственно, на самом деле даже не была понята историками, вот сейчас ее как-то не очень даже понимают, что это такое. А это была первая междисциплинарная попытка формирования нового видения вот этого гуманитарного знания. То есть он основывался на биологических основах человека, то есть его эволюции, то есть вот как развивается человек, как развивается там, скажем, вид, и переносил некоторые особенности вот этой психологии, психики на понимание вот социальных процессов, образования, то есть все это переводилось в образование. И даже были экспериментальные школы, где детей обучали по методикам вот этой вот школы, то есть школы для рабочих, где можно было применять эти методики. И вот эта история, например, про республику Шкит, это, собственно, был человек, возглавлял эту школу, как раз человек, который работал вместе с Бехтеревым, то есть применял те же методики, вот делая из маргиналов настоящих людей. И вот родители Кнорзова бегали на эти лекции, и они тогда решили, что вот они поженились вскоре, что они будут воспитывать всех детей именно вот в этом междисциплинарном управлении. И первое было, они анализировали детские рисунки для того, чтобы понять, куда направить ребёнка, в какую область. И скажу только, что из пяти детей все реализовались как учёные, два, все были докторами наук, и двое получили государственные премии, то есть причём в разных областях. Вот это вот гениальная совершенно реализация вот научного подхода к воспитанию детей. И Кнорзов вырос вот в этой среде, где он понимал, что такое образование, целенаправленное образование, и он сам стремился и знал с детства, чем он хочет заниматься. Вот. И вот это вот нам дало тот результат, что Кнорзов хотел сначала поступить на психологический факультет, вернее, изучать психиатрию, но в последний момент подал документы на исторический факультет. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Галиной Гавриловной Ершовой о том, как нам всё-таки удалось расшифровать язык майя. Вернёмся после новостей. Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Ещё раз доброе утро. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим о письменности майя, о том, как её расшифровали. В гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор и директор Мезоамериканского учебного научного центра РГГУ имени Кнорзова. Да, да, да. Галина Гавриловна Ершова. Мы уже начали говорить о судьбе этого уникального человека. Давайте так, уже перейдём, собственно, как у него так получилось-то, собственно, расшифровать то, что не получалось расшифровать больше ста лет. Да, это вообще, конечно, такой вопрос очень... Ну, как... Он всегда интересен, и на самом деле он не так прост. Вот, и вот с этой своей подготовкой. Собственно, Кнорзову, видимо, я не знаю, уж на каком этапе его жизни захотелось, да, дешифровать письмо Майя. Он отучился, поскольку отец его был инженер, и его послали ещё при царской власти, то есть когда он пришёл с Первой мировой раненой, строить железные дороги, такой посёлок Южный под Харьковом, то Кнорзов, последний из детей, родился не в Петербурге, а вот родился в Харькове. И поэтому поступал он учиться уже, и отец всегда был большим начальником, и при советской власти, потому что для него было главное служить родине, в общем. И поступил в Харьковский университет, и отучился два года. Началась война, и немцы быстро захватили Украину, и Кнорзов там буквально вот тройки окопов пробирался, сидел с матерью в подвале. Пока в 43-м году, во время вот первого освобождения Харькова, в феврале он вышел, и он добрался до Москвы, где восстановился в университете. Он был не военно обязан ещё до войны, собственно говоря, потому что там какие-то заболевания были. Вот, и поэтому во время войны он, собственно, вот рвался, с одной стороны ему хотелось идти на фронт, как и всем, а с другой стороны он объективно не мог, он учился в университете. И вот в московском университете, то есть когда он был московским студентом, на самом деле, похоже, он и дешифровал письмо Майя. То есть ещё до всех этих историй, от там споров или ещё чем-то. То есть сначала у него была такая одна идея, это теория коллектива, то есть принцип, законы развития общества, о чём он там вообще чуть ли не какие-то подпольные собирал слушания на кухнях. Вот, и вторая, вот это вот он занимался дешифровкой, потому что к окончанию, ко дню окончания университета у него уже было дешифровано письмо Майя, и он уже перевёл Диего де Ланду эту работу на русский язык, то есть уже сделано было практически всё. А 43-й год это был студент, которому был 21 год, то есть это надо специально понимать. И как он дешифровал? То есть, во-первых, прежде всего, это была большая такая теоретическая подготовка. То есть он изучил все теории дешифровки до того, как вообще открывать там то, что написано Майя. И ему понравился метод, который начал разрабатывать, но не довёл до конца, Майкл Вентрис в 20-е годы, который, в общем, то, что потом было названо методом позиционной статистики, то есть анализ знаков текста, формальный анализ, из которого можно было вытаскивать уже какие-то закономерности. И вот первым шагом стал определить, а что это за письмо-то? То есть вообще речь шла о том, что да, ну какие-то признаки фонетического, а какие и вообще какие есть типы письма? И мы знаем, что есть письмо, ну вот как китайское, географическое, в котором там где-то каждый день бедный китаец использует 4-5 тысяч знаков, чтобы прочитать вот утреннюю газету. То есть один символ, одно слово. Да, да-да-да, один символ, одно слово. Есть много вариантов письменности фонетических слоговых, то есть там индийское, корейское, то есть когда каждый вот всё, оно пишется с помощью слогов. И есть... Соответственно, Ба и Бу это разные символы. Да, это разные знаки, да. И вот таких вот знаков уже может быть где-то от 50 с чем-то до 100 с чем-то, вот какие-то вот такие варианты. А японское письмо, это смешанное, у него часть вот как бы как от китайского и часть вот этот фонетический компонент. Два письма вместе в одном сосуществуют. То есть их на самом деле... И, наконец, обычное фонетическое письмо, которое мы пользуемся, где около 30 букв, в которые каждый знак передаёт звук. Вот, то есть не такой большой вариант, но для того, чтобы дешифровать неизвестное письмо, надо иметь по крайней мере вот эти самые 4 текста, 4 тысячи знаков, чтобы исключить или подтвердить, что это такой же тип там идеографического, как китайское. Поэтому дешифровать письмо Майя, скажем, на монументальном тексте невозможно. Мало материала. Мало материала. Дешифровать его на там керамическом тексте невозможно, мало материала. А вот 3 рукописи, причём из одного региона, они давали вот достаточно объёмное вот это количество знаков, которое позволяло понять, какой тип письма. Там долгая история. Есть закономерности, когда появляются с каждым там продвижением вперёд новые знаки. То есть там много законов, сейчас я не буду об этом подробно рассказывать, но факт тот, что когда Кнорзов проанализировал, вообще не вникая вот в письмо Майя, только знаки, он понял, что письмо Майя состояло из 350 примерно знаков. То есть было понятно, что это какая-то разновидность такая слогового письма. То есть вот тут уже вариантов не оставалось. Слаговое фонетическое письмо. Вот. И уже было понятно, как действовать дальше, скажем, если это слоговое фонетическое письмо. Поэтому следующий шёл анализ, скажем, в каком... А письмо Майя записывается такими как бы блоками. Там от двух до пяти... Ну, пять редко знаков вот списывается в такой в картушек красивенький. Вот. И надо было понять, какое значение у каждого из знаков, вернее, его значение грамматическое, функциональное, то есть не вдаваясь пока ещё в чтение. И вот стало понятно, собственно говоря, вот как они функционируют, как работают знаки, как выстроена вот грамматика письма. Ну, понятно, что к этому времени Кнорзов изучил уже все грамматики юкотекского языка, потому что рукописи это юкотекские, 16-го, 17-го, там, 18-го веков. То есть он понимал структуру и как меняется язык на протяжении хотя бы колониального периода. Было понятно, что тот язык был ещё другой, как бы уже. Да, кстати, я сейчас только об этом подумал, что это отдельная сложность. То есть мы читаем не современный язык майя, Акнорзов выделил 5 уровней языка майя по периодам. И, собственно говоря, он прекрасно понимал, как переносить вещи из современных или колониальных в версии древнего языка, да ещё другого региона. То есть там это же много было всяких хитрых вещей. Вот, и на самом деле вот было выявлено таким образом, да, и вот только когда уже стало понятно, как выстраивается структура фразы, то есть как, причём формально, в какой частотности используются знаки. Например, понятно, что какие-нибудь местоимения, они будут идти, или предлоги, они используются гораздо чаще, чем слова. Поэтому там, скажем, у-слово такое есть, вот которое его и много, в общем, оно обозначает. Вот оно просто чемпион по использованию. И было понятно, что это служебное слово. Вот, и вот эти вот такие хитрые вещи, они позволяли понять, по крайней мере, в общем, вот эту вот самую структуру базового языка. И потом Кнорзов перешёл уже к тем материалам, которые остались от Диего де Ланде. Диего де Ланде оставил в целом 29 знаков, то есть которые были записаны в соответствии с диктовкой испанских букв. То есть так, как он требовал от писца, а писец не понимал, что от него хочет Ланда. И поскольку у Ланда, скажем, звук, буква там, испанская ЭЛЕ, то есть она называется, как у нас, Н, Ф, Л, так вот, испанская ЭЛЕ, и там, скажем, писец выбирал в слог, который ЭЛЬ там читается, или ЛЕ. И вот его давал в качестве вот этой буквы, которую требовал Ланда. То есть вот в этом заключалась, скажем, вот та ошибка, из-за которой, в общем, произошел вот этот перерыв в изучении, потому что никто не мог понять, в чём дело. Причём смешно, что потом писец Майя в конце, когда, значит, он уже вот буквально озверел от их требований Ланды записать алфавит, а писец не понимал, что он хочет, он написал уже линейно буковками МАИНКАТИ, я не хочу. То есть вот уже, чтобы отделаться от Диего де Ланде. Вот. И вот это всё Кнорозов проанализировал. То есть потом он нашёл материалы 29-го года, 1929-го года, публикации в словаре Мартинеса Ирнандеса и предисловия, где Мартинес Ирнандес мексиканец, который понял этот принцип. Но мексиканцев то в те времена, да и сейчас не особенно, американцы вот не читают, то есть европейские учёные считали, что они умнее. Вот. И поэтому, на самом деле, если бы они прочитали, они бы поняли это ещё давно, и, в общем, много можно было что сделать. Вот. И Кнорозов, на самом деле, соединил все эти вещи вместе, и он понял. И он начал использовать вот эти знаки, которые даёт Диего де Ланде, поняв их чтение и значение, к попытке найти слова уже написанные. И слога они обозначают, да? Да, 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 да. То есть вот он. И он начал с их помощью вылавливать вот те слова, которые можно было прочитать в рукописях. И вот уже какая-то картинка стала вырисовываться, тем более, что тексты в рукописях сопровождаются изображениями. И, скажем, если там написано «куцу» и нарисованный индюк, то понятно, что это слово «куц», которое, значит, индюк на языке «майя» есть. Вот. И вот эти вот вещи, они позволили ему расширить репертуар читаемых знаков и следующим практически дать каждому примерно понять, как, потому что там, если при перекрёстных чтениях, например, вылазили какие-то знаки, которые, ну, не были известны от Ланды, но уже понятно было, что это должен быть вот такой знак. И в разных позициях, если он повторялся, значит, этот знак так читался. Вот. И, собственно, задача шла в том, чтобы определить этот репертуар. И если вот это вот то, что Кнорзов считал главным, обязательно должна быть вот эта вот проверка на перекрёстное чтение, то есть когда один знак читается в любой позиции одинаково и даёт осмысленную фразу. И вот это вот Кнорзов, собственно, вот осуществил, и вот так он дал чтение вот основного репертуара знаков алфавита «майя». И вот эта вот дешифровка была осуществлена. И вот сделал он это, собственно говоря, вот молодым московским студентам ещё. И потом уже пошли там другие проблемы, почему он защитился. Там первую статью опубликовал только в 52-м году, защитился в 55-м году. Его не принимали в аспирантуру из-за этих двух лет, которые он оставался на оккупированной территории. Там много ему чего попортили из-за этого. Вот. И, но то, что всё было сделано гораздо раньше, это было сделано. И в него верили учёные, Токарев, Толстов. Вот. И они, собственно, его всегда поддерживали и продвигали. И они тогда же, вот когда его не приняли в аспирантуру в Московском университете, считая, что вот он был в оккупации, поэтому не может быть аспирантом уже, они его перебросили в Ленинград. И там на работу в Музее этнографии народов СССР. То есть это не кунсткамера. И вот он там жил, и он жил вместе с Гумилёвым там в каких-то комнатках-пеналах. Они обсуждали вопросы законов развития общества. 8 месяцев они там или 9 месяцев они жили вместе. Ахматова туда приходила. И Гумилёва арестовали. И Кнорзов, собственно говоря, продолжил уже сам там и работать, и оформлять вот эту вот дешифровку, писать статьи. А учиться-то он начинал, на самом деле. Его интересовали шаманские культы. Ну, как этнограф он, да. Да, как... Нет. И для него не важно, был этнограф, для него главное было шаманские культы и как работает человеческий мозг. То есть опять к его теории коллектива. Как он сам потом говорил, что майя для меня это только, ну, как бы, развлечение, применение на практике теоретических выводов. А ему надо было понять вот эту вот сверхзадачу, которую он перед собой ставил, принцип устройства общества, отталкиваясь от развития головного мозга человека. Вот опять мы возвращаемся к школе Бехтерева. Вот это вот было заложено в нём очень сильно. Вот. И шаманские культы как раз он изучал с этой точки зрения. То есть что там, вот эти вот паранормальные или какое-то, тем более, что он сам обладал способностями даже. Ну, то есть получается, что вот именно опустить в народ его достижения как раз, ну, так административные, скажем так, помешали проблемы. Но когда он опубликовал, когда он защитился, насколько я понимаю, это очень быстро всё пошло в научное сообщество, потому что, ну, пользуясь этим методом, 10 разных человек в 10 странах света прочитали одно и то же. И стало совершенно точно, что мы дешифровали, что это не придумки, а мы можем теперь читать это. Да, 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 да. Давайте тогда поговорим о том, вот это окно, которое нам открылось в этот мир Майя, что оно нам даёт? Вот можем проанализировать разные источники, и что мы теперь можем прочитать? Вот условно, давайте с самого простого начнём. Монументальные надписи. Да, вот монументальные надписи. Они, на самом деле, вот что сейчас больше всего, они коротенькие, поэтому это очень удобно с ними работать, оно даёт как раз именно вот эту вот реконструкцию исторических событий. То есть для нас не существовала внутренняя история, вот этой древней истории событийного ряда. А тут для нас выстраивается, там Петров, там женился на Ивановой, победил, родил, передал власть. И вот это вот всё, тем более Майя такую имели привычку в пятилетие и двадцатилетие устанавливать стелы по своим правителям. И, в общем, мы отслеживаем вот эту историю городов теперь достаточно отчётливо. То есть вот это тысячелетие, которое раньше для нас было, ну, просто за завесой, мы не понимали, что там происходило. Да, оно начало высвечиваться. Мы теперь политическую всю историю знаем. Кто с кем дружил, кто с кем ссорился, кто кого завоевал, кто на ком женился. Да, вот это всё вылезло. То есть оно, в общем, даёт богатые материалы, в общем, для дальнейших каких-то пониманий. Кому там дом принадлежал, какое было отношение, скажем, почему военно-начальник приносил отчёты жене правителя, например. То есть вот такие вещи, они все уже проступают через тексты на монументальных надписях. Потом тексты на керамике, они вообще открыли нам, конечно, вот тот самый религиозный компонент. Когда Ланда описывал религию Майя в XVI веке, это были представления, собственно, существовавшие в XVI веке. Достаточно поздний период и один регион после смены нескольких традиций культурных. А тут мы получаем тексты классического периода Майя, то есть там VI-IX века, и мы понимаем вот эту вот, ту религию, которая существовала в том виде. Дело в том, что религиозные представления тоже меняются и очень сильно меняются, и поэтому мы не можем говорить религия Майя, религия Мезамерики, как единый вот некий целый монолит. Оно же всё время трансформируется. И вот мы получили вот ту религию, о которой на самом деле об очень многом даже понятия не имели исследователи, вот уже современные. И любопытно, и сами Майя тем более об этом понятия не имеют. Но самое любопытное, что, например, там вот вылезла такая вещь, как представление о реинкарнации, то есть Майя, то есть вот что там происходит с душой, то есть как книги мёртвых, с одной стороны, эти сосуды, там одна надпись, которая повторялась, то есть нам рассказывают совершенно о той вещи, которую современные вообще не знают, и ни с каких других источников этого неизвестно. Вот. И всё это было завязано на понятия, на знания астрономические, то есть это не просто вот какие-то байки. Вот. И плюс ещё жизнь реальная. Там, скажем, правитель пригласил жреца, который поёт песню, вот в день выхода души умершие супруги, вот, и вот там рыдают, то есть вот какие-то вот такие вот отношения внутренние появляются. Победитель опять, вот как он там хитро победил. Или астрономы. Поскольку те, кто писали, как правило, собственно, это были образованные люди, часто астрономы, там, песцы, то они и описывали свои достижения. Например, там, Венера прошла по такой-то вот части неба в 314 году до нашей эры. Это он посчитал и радостно записал, да? Да, это он рассчитал и радостно записал. Астрономы же, они как маньяки, они обожают совпадения. И вот если они высчитают, что вот в такой-то день произошло вот тот аппарат планет какой-нибудь, грубо говоря, очередной, то вот это вот будет вот совершенно замечательно, и они это всё записывали. Вот это вот, собственно, они... Поэтому у нас очень много вот таких замечательных астрономических данных. А вот тут мне хочется уточнить, потому что я вдруг понял, что не понимаю. Смотрите, когда вы говорите о записьной керамике, я представляю себе эпиграфику, ну, в таком нашем ключе, там, какой-то горшок, на котором написано, принадлежит там Васе. Да. А вы, видимо, о каком-то другом, более таком расширенном тексте. Нет, принадлежит Васе, там вообще не говорится. Вот у них надписи на керамике, это вот керамический сосуд, верхний венчик, это, собственно, рассказывается, как вот он умер, какие он прошёл пути, вот где, что с ним происходило, пока душа его вышла опять. И в конце пишется, кто это был этот персонаж. А вот на самом, как бы, теле, основном сосуда, описывается яркое событие из жизни умершего. А, мы сейчас говорим о керамике, которая при погребении ставится сосуды. Ну, при погребении, да, она там, собственно говоря, функционировала и в качестве подарков, то есть когда, видимо, утрачивала вот эту прямую связь. Вот, то есть это считался предмет роскоши, вот эти вот сосуды расписные. И вот они-то нам и несут вот эту самую потрясающую информацию о каком-то вот совершенно потрясающем событии из жизни человека. Вот. А, например, одна надпись есть, там нет вообще изображения, она самая длинная, там 65 знаков. И вот, а там описывается прекрасная царица, которая всех победила, всех накормила. То есть совершенно вот такая вот прекрасная, значит, женщина и вообще вот много чего хорошего сделала. То есть поэтому перед нами вот возникают портреты, реальные портреты персонажей, которые вот сделали что-то великое вот в своей жизни. А вот у нас нет никакого окошечка в бытовую, что ли, жизнь? Ну, то есть если мы говорим, да, там про Месопотамию, у нас есть, ну, бухгалтерские отчеты, у нас есть переписка, еще что-то. Вот здесь такого ничего пока не удалось найти? Нет. Вот пока такого, к сожалению, нет. То есть бухгалтерских отчетов тоже вот в таком, в чистом виде нет. Хотя надо сказать, что вот по Мезамериканским кодексам, вот когда пошла речь испанцам особенно, да и нет, и даже до испанцев вот приносить дань, то на самом деле там очень четко вот выстраивается как бухгалтерский отчет, кому сколько чего принесли. То есть там вот особенно какао, это важный такой элемент был вот этого обмена и ценность, вот, и в общем там, да, своя система бухгалтерских записей, она была. Но в маяских мы такого пока не нашли. Вот этого нет. И записок любовных тоже не нашли, к сожалению. Вот самое любовное, это было вот это поминание умершей жены, где всё это в стихотворном ритме идёт. Вот, и вот это вот песни, значит, которые, значит, вспоминают вот эту жену. А вот таких вот личных не было. То есть вот такого, когда начинают рассказывать, что там автор поставил свою подпись на сосуде, вот это вот полная чепуха или там на какой-нибудь стеле. То есть это вот на этом уровне, это ещё не было персонализировано. Письмо считалось как это вот дар, который идёт свыже и принадлежит Богу, а не человеку, который там что-то пишет. А, вот вы ответили на мой вопрос, почему в этой цивилизации ну не было вот письма вот именно в таком бытовом смысле. Ну, может, какое-то и было, но мы это не знаем. Просто нет данных пока вот таких вот. То есть не было, нет объектов, на которых мы можем хотя бы предположить, что вот это вот там любовная записка. А может, носители были какие-то, которые рассыпались. А вот, кстати, носители, которые рассыпались, кратенько, вот у нас есть всё-таки на бумаге, на этой майянской, вот эти кодексы, вот эти гармошечки сложные листов. Там, я так понимаю, в основном ритуалы какие-то описаны, это такие жреческие требники. Да, дело в том, что у нас сохранилось-то их мало всего, три штуки. Поэтому там астрономические знания, вот эти самые, для того, чтобы расписать этот весь год, и к ним привязаны хозяйственные дела. То есть, а хозяйственно регламентировалось всё. То есть там регламентация дел на самом деле идёт в соответствии, ну, с позиции неба, как бы вот сказали астрологи. Вот. Ну, это то, что у нас есть. Но мы же имеем только три рукописи, там, 12-го, 14-го, 15-го века, вот, а они же были в классический период, было огромное количество рукописей, это мы видим по изображениям. Они просто сгнили все, да. Ну, они все сгнили. Это тропики, там жаркий климат, там куча насекомых. Это вот оставь обычный блокнот на улице, к вечеру у тебя там одни дырки останутся. Вот, поэтому на самом деле тут даже испанцев нельзя обвинять в том, что они там что-то истребили, особо зловредно. Это просто уже вот жизнь. У Майи существовала традиция каждый год обновлять книгу, реставрировать книгу, а если уж нельзя было реставрировать, то переписывали заново. Но тем не менее, насколько я понимаю, работы у вас сейчас много, потому что каждый археологический сезон приносит новые, там, эпиграфические, какие-то записи монументальные. Вот расскажите про это, как вообще сейчас в жизни происходит в вашей среде? Да, жизнь у нас кипит, на самом деле. Вот те времена грустные, в 90-е годы, скажем, когда вообще казалось, что всё умерло, и майонестика в России умерла, и всё. И вот РГГУ нас приютил без денег, без ничего, вот этот наш центр. На самом деле, сейчас мы, в общем, дошли до какого-то совершенно невероятного для нас даже в фантазиях состояния, когда у нас есть наш центр постоянный в Мереде, в Мексике, и наш постоянный центр в Гватемале. Вот. И у нас там есть дома, куда приезжают исследователи, это всё наше. Причём смешно, что в Гватемале нас приютил православный монастырь с Игуменем, который нам покровительствует. В Мексике это правительство штата Юкатан, и мы ведём постоянные полевые работы, вот и проекты. И вот один из этих проектов грандиозных, которым руководит Беляев, это реализация мечты Кнорзова о создании корпуса прочитанных надписей Майя. И вот этот атлас, эпографический атлас, вот уже четыре сезона, когда реализуется и в Мексике, и в Гватемале вот этот вот грандиозный проект. Другой проект, это пересмотр рукописей Майя, то есть это вот с музеями в Мадриде, в Библиотеке Парижа и в Дрездене. Вот. То есть мы готовим такое международное сотрудничество, ведет, чтобы подготовить новое издание со всеми теми данными, которые вот после Кнорзов же опубликовал это, сделал в 60-е, к 60-м годам вышла публикация, времени прошло много, много новых данных появилось, и вот опубликовать вот это вот в новом виде. Плюс у нас есть еще огромная в нашем распоряжении коллекция, около 20 тысяч предметов древних, которые тоже мы изучаем и выявляем вот все, что можно оттуда вытащить. Это изображение лиц, это музыка Майя, который вообще исчезла, эта культурная традиция была прервана. А мы, у нас вот наши специалисты, которые музыканты и археологи одновременно, они выявили совершенно потрясающую вот эту музыкальную традицию древних. Вот. Поэтому этих проектов очень много, и мы туда возим и даже наших студентов уже на вот эти полевые работы, потому что вот зажили мы хорошей жизнью. И через неделю как раз мы проводим европейскую конференцию майонистов у нас в Москве в РГГУ, где будут и мастер-классы, и собственные конференции, и много тоже всяких мероприятий. Ну, то есть, получается, после того, как Норзов дешифровал письмо Майя, мы можем сказать, что к нам переместился центр по изучению вообще этой цивилизации, да, и российские специалисты доминируют в этой отрасли. Практически да, потому что даже Майкл Ко, американский археолог, он сказал, что вот как бы время существует до Кнорзова и после. И вот после открытия Кнорзова все мы стали кнорзовистами. Спасибо вам большое. Напоминаю, что это